Узнаем ли мы друг друга после смерти? Сохраним ли родственные связи? Интересный вопрос, если люди, которые спасаются, и те, и другие, то есть, если я спасаюсь, и моя мама, и мой папа, и моя жена, и мои дети спасаемся, то мы, несомненно, узнаем друг друга. В этом и состоит радость спасения, потому что невозможно спастись, не имея любви к этим всем людям. А раз мы любим их, то есть, видим не их внешность, а их суть, их сердце, то мы их узнаем. Вот, но это вопрос именно касающийся спасаемых людей, потому что в Священном Писании он часто говорит о разделении внутри родственных связей. Один говорит, два человека в постели, один берется, другой оставляется. Два человека на поле, один берется, другой оставляется. Меч принесся на землю, который вызовет разделение, разделит детей и родителей, и все будут по разным сторонам. То есть, на самом деле, Священное Писание говорит очень много и очень остро о разделении внутри семьи. Но если и такое тоже известно, как семья, допустим, Василия Великого или Григория Богослова, когда спасаются люди семьей или как царственные страстотерцы, тогда, несомненно, не узнают друг друга, потому что признаком является, антологическим признаком спасенности и Царства Божьего является любовь к другому человеку. А раз любовь, то значит, она не зациклена на внешности. Хотя, конечно, как мы можем судить из обстоятельств, описывающих воскресение Иисуса Христа, апостолы не узнали Христа, но они тогда и не были причастны к Святому Духу. Они получат его после. Они не узнавали его, находясь с ним. Значит, дело не в самом лике Христа, а в состоянии сердец апостолов. И вот, если мы начнем жить любовью, учиться любви, если мы будем принимать Дух Святой от Бога и в Нем любить наших близких, то у нас появляется, естественно, надежда, и эту надежду нам Церковь дает, надежду не только на всеобщее воскресение, но и на всеобщую встречу. Но только в Духе Святом мы можем действительно, еще здесь, опознавая своего близкого, любя своего близкого в Духе Святом, мы получаем надежду на встречу в Духе Святом и в Царстве Божьем. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!